Купил самокат сыну, а он его ушатал за три дня. Колеса маленькие, цепляет вечно бордюры, ямки. Подарил дочке самокат, а лопнула рама здесь по сварке. Физкульт, привет, друзья! Сегодня разберем три основные ошибки, которые люди совершают при покупке самоката, при выборе самоката. Для начала нужно понимать, скажем так, первая основная ошибка это не понимание того, где ребенок будет кататься на самокате. Это чаще всего возникает в таких случаях, когда либо вы самокат дарите кому-то, на день рождения, к примеру, подарили, ваша задача просто подарить, а дальше уже там пусть сами разбираются. Либо когда человек покупает, там отец покупает дочке, дочка в другом городе живет, либо в другой стране, там пересылают и тоже не понимают, где она будет кататься. То есть вам нужно понимать, что вот такие самокаты трехколесные с маленьким дорожным просветом, их берут для детей от трех лет, ну там до 7-8 лет в принципе он подходит, но кататься на нем можно только по идеально ровной поверхности, то есть асфальт, либо в крайнем случае это плитка. Если там есть уже неровности какие-то, то этот самокат будет застревать, может перевернуться при въезде в ямку и ребенок может травмироваться. Кстати, обязательно пользуйтесь защитой для самоката. Если же вы катаетесь в парке, то есть там где асфальт, там где ровная дорога, есть небольшие ямки, вы можете рассматривать вариант вот с такими большими колесами, двухсотые, мы завозим в магазин самокаты от 200 миллиметров диаметра колеса до 230. Меньше не берем, потому как разница в цене небольшая, а проходимость здесь гораздо лучше на двухсотых колесах. На таком самокате можно кататься как в парке, так и по асфальтированной дороге, так и даже по пересеченной местности с небольшими ямками. Вот эти самокаты трюковой модели, они рассчитаны изначально на то, что вы будете, ну не вы, а ваш ребенок исполнять трюки. То есть это для парков, для специально оборудованных роллер-дромов, то есть там где есть рампы, специальное оборудование, и где вы сможете, ну точнее ваш ребенок сможет выполнять определенные трюки и делать какие-то финты. То есть для обычного катания он не подходит. Слишком маленький дорожный просвет. Ну и вот такие модели, уже внедорожные, вот эти вот, они подходят, в принципе, для езды по любой поверхности. Как при пересеченной местности, их берут в основном люди, которые живут в частном секторе. То есть здесь уже увеличенный диаметр колеса, они надувные колеса, есть ручной тормоз. И в принципе конструкция рассчитана на вес до 100 килограмм. Довольно прочная массивная конструкция. На этих самокатах можно кататься везде. Вот мы распределили, где какой самокат можно использовать. Вторая ошибка. Это люди почему-то не учитывают толщину металлоконструкции самоката. Немного приходят к нам покупатели, у которых самокат лопается вот здесь. По сварному шву между рамой и рулевой колонкой. Это происходит потому, что металлоконструкция в самокате рассчитана на определенный вес. Но толщина металла везде разная. Вот модель на 60 килограмм. Здесь толщина металла идет 3 миллиметра. Вот модель на 100 килограмм. Здесь толщина металла уже идет 5 миллиметров. Здесь коробчатый профиль используется. Соответственно, люди берут и не понимают, зачем у меня ребенку вес 30 килограмм. Зачем мне самокат на 100 килограмм. Да потому, что если вы съедете где-то с бордюра, он случайно там спрыгнет или соскочит. Все, металлоконструкция может по шву пойти. Поэтому вот это место очень важно, чтобы оно было усиленное. И профиль сам тоже был усиленный. Профиль рамы имею ввиду. При покупке в магазине либо на нашем сайте мы всегда стараемся помочь, подсказать, если человек сомневается, какой самокат лучше выбрать. Я всегда подскажу и помогу с выбором. Вот то же самое касается самокатов трюковых. Обязательно нужно брать с коробчатым профилем сечения. То есть не вот такой вот. Не вот такой, потому что здесь видите, вот эта часть, она просто пластина идет. Коробочка только вот здесь. Полностью, чтобы рама имела вот такой коробчатый профиль двойной. Вот. Один и второй. То есть в таком случае рама выдержит гораздо большей нагрузки. Что касается внедорожных самокатов, то здесь все нормально. Они практически все рассчитаны на 100 килограмм и выдерживают большие нагрузки. И третья типичная ошибка. Это люди не учитывают диаметр колеса. Диаметр колеса на самокате на самом деле играет очень важную роль. Только в том случае, если этот самокат используется для езды по пересеченной местности, либо по асфальту. Если это трюковый самокат, там разница невелика от 100 до 120 миллиметров. Тут мы их рассматривать не будем. А вот что касается городских самокатов, то здесь лучше брать от 200 миллиметров диаметр колес до 230. Это уже зависит от вашего бюджета и от того, где вы будете кататься. На внедорожниках уже изначально стоят колеса от 30 сантиметров и выше. Потому что они рассчитаны на езду по бездорожью, по пересеченной местности. Их очень часто берут люди, которые проживают в частном секторе, в селах. То есть вот это идеальный вариант для частного сектора. Вот это три основные ошибки, которые следует учитывать при выборе самоката. Если вы не знаете, какой самокат вам подходит, звоните на наш телефон, который есть тоже в описании под этим видео. Мы всегда помогаем при выборе самоката. Все самокаты можно посмотреть по ссылочке, которая будет также внизу под этим видео. Если было полезно и интересно, подпишитесь на канал. Вам будет не сложно, а мне приятно. Поставьте палец вверх. Если что-то упустил, пишите в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok